Я уже много раз говорил, что американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным, и при любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединённых Штатов, кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом, если, конечно, руководитель Соединённых Штатов хочет работать с нашей страной. Нам ведь всё время говорят, что это тоже такая ущербная на самом деле позиция. Вот когда-то, лет 10 назад, Россию вообще не вспоминали, говорили, что о России говорить нечего, потому что она такая третистепенная региональная держава, вообще неинтересна. Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании – это Россия. Они только и говорят. Это, конечно, очень приятно, но только отчасти. Почему отчасти? Потому что все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши отношения межгосударственные. А это плохо и для наших стран, и для всего международного сообщества. Не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность, как две крупнейшие ядерные державы, за поддержание международного мира и безопасности. В глобальном плане. И при этом, я вот уже, знаете, мы, как правило, стараемся не говорить об этом, но нам всегда шепчут, во все избирательные кампании, это не только сейчас происходит, это и в предыдущей избирательной кампании, при этом нам то в левое, то в правое ухо шепчут. Вы не обращайте на это внимания. Сейчас всё это пройдёт, и мы опять будем дружить. Ну так нельзя. Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям. Это просто как минимум несерьёзно. Это первое. Второе по поводу того, что Россия на кого-то оказывает давление, на другие страны. Это кто это нам говорит об этом? Кто это говорит? Да наши партнёры администрации только тем и занимаются, что давят на все страны. Причём она союзников и подслушивает и прослушивает своих союзников, использует эту информацию. Вот вам ответ на хакерские атаки. Ведь мы что наблюдаем? Какие-то хакеры вбросили информацию о том, как неблаговидно ведёт себя штаб госпожи Клинтон в ход избирательной кампании. Поддерживает одного внутрипартийного кандидата в ущерб другому. Началась истерика по поводу того, что это в интересах России. Да ничего там нету в интересах России. Но истерика вызвана только тем, чтобы отвлечь внимание американского народа от сути того, что выложили хакеры. А суть – это манипуляция общественным мнением. Почему-то об этом никто не говорит. Все говорят о том, кто это сделал. Разве это так важно, кто это сделал? Важно, что внутри – это информация. Минимум, несерьёзно. Это первое. Второе – по поводу того, что Россия на кого-то оказывает давление, на другие страны. Это кто это нам говорит об этом? Кто это говорит? Да наши партнёры администрации только тем и занимаются, что давят на все страны. Причём она союзников и подслушивает и прослушивает своих союзников, использует эту информацию. Вот вам ответ на хакерские атаки. Ведь мы что наблюдаем? Какие-то хакеры вбросили информацию о том, как неблаговидно ведёт себя штаб госпожи Клинтон в ход избирательной кампании. Поддерживает одного внутрипартийного кандидата в ущерб другому. Началась истерика по поводу того, что это в интересах России. Да ничего там нету в интересах России. Но истерика вызвана только тем, чтобы отвлечь внимание американского народа от сути того. Степенная региональная держава, вообще неинтересно. Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании – это Россия. Они только и говорят. Это, конечно, очень приятно, но только отчасти. Почему отчасти? Потому что все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши отношения межгосударственные. А это плохо. И для наших стран, и для всего международного сообщества. Не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность, как две крупнейшие ядерные. Я уже много раз говорил, что американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным. И при любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединённых Штатов. Кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом. Если, конечно, руководитель Соединённых Штатов хочет работать с нашей страной. Нам ведь всё время говорят, что это тоже такая ущербная на самом деле позиция. Вот когда-то, лет 10 назад, Россию вообще не вспоминали. Говорили, что о России говорить нечего, потому что она такая тридцесская держава за поддержание международного мира и безопасности. В глобальном плане. И при этом, я вот уже, знаете, мы, как правило, стараемся не говорить об этом, но нам всегда шепчут, во все избирательные кампании, это не только сейчас происходит, это и в предыдущей избирательной кампании, при этом нам то влево, то в право ухо шепчут. Вы не обращайте на это внимания. Сейчас всё это пройдёт, и мы опять будем дружить. Ну так нельзя. Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям. Ну это просто как миг.